Вооружённые силы Исламской Республики Иран нанесли серию военных ударов по израильским военным объектам с использованием десятков ракет и беспилотников. Операция Ирана была полностью осуществлена в порядке реализации неотъемлемого права Ирана на самооборону, как указано в статье 51 Устава ООН и признано международным правом. Эти действия были необходимыми и соразмерными. Это были точные действия, нацеленные только на военные цели, и все они проводились тщательно, чтобы свести к минимуму возможность дальнейшей эскалации и предотвратить ущерб, который мог быть нанесён гражданскому населению. Эти страны, особенно Соединённые Штаты, оградили Израиль от любой ответственности за резню в Газе, хотя они отрицали неотъемлемое право Ирана на самооборону от израильского вооружённого нападения на наши дипломатические помещения. В то же время они позорно оправдывали израильскую резню и геноцид против беззащитного палестинского народа под предлогом самообороны. «К сожалению, Совет Безопасности не выполнил свой долг по поддержанию международного мира и безопасности. Россия выступила с заявлением для прессы, в котором осудила этот зверский акт. Заявление было поддержано Китаем, Алжиром и многими членами, но был заблокирован США, Великобританией и Францией. Столкнувшись с такими обстоятельствами у Исламской республики Иран, не было иного выбора, кроме как воспользоваться своим неотъемлемым правом на самооборону в соответствии с международным правом». Политика премьер-министра Израиля направлена на расширение и эскалацию конфликта в регионе, чтобы остаться у власти. Иран никогда не стремится способствовать распространению конфликта в регионе, а также не стремится к эскалации или распространению напряженности на весь регион. «Иран не намерен вступать в конфликт с США в регионе. Мы продемонстрировали нашу приверженность миру, но проявляем сдержанность в отношении привлечения армии США к перехвату иранских беспилотников и ракет, направляющихся к военным целям на оккупированных палестинских территориях. Это подчеркивает нашу приверженность к предотвращению эскалации напряженности и расширению конфликта. Однако, если США инициируют военную операцию против Ирана, его граждан или его безопасности и интересов, Иран воспользуется своим неотъемлемым правом, чтобы ответить пропорционально».